Доброе утро, друзья! На канале Памятый Дизель. Я с вами Татьяна Панова. Сегодня у нас с вами необычное видео. Я вчера получила комментарий под видео «Экскурсия на грязевые вулканы». Татьяна, пользуешься ли ты глиной, которую ты купила? Вот сегодня я вам хочу продемонстрировать, что эту глину я купила не просто так. Я действительно пользуюсь этой глиной. Это не только источник молодости и красоты, это еще и хороший-хороший стимулятор для кожи. Вот она, эта глина. Под видео я оставлю ссылочку, кто не смотрел мои видео. Это «Экскурсия на грязевые вулканы» в нашем крае. Девушка написала, что она собирается в Анапу в июле, надеется, что уже карантина не будет, и она поедет к нам. И очень захотела она поехать с детьми на эти грязевые вулканы. Потом мы переписали с ней ватсаби, поговорили, и она вот у меня спросила, пользуясь ли я с этой глиной. Этой глиной я пользуюсь уже 5 лет. Я ее первый раз купила, 5 лет назад, она мне очень понравилась. Она лечит еще и суставы. Вот видите, что я делаю этой глиной. Значит, здесь, на обратной стороне, можно почитать, как ее разбавлять. Я сюда набрала 2 чайных ложечки, вот таких вот отломала, и одну столовую ложку воды. Вот она у меня теперь вот такая кашеобразная. Я делаю не только маску для лица, для лица, но и суставы. Когда я дома, у меня выходной, я еще рог темношу, вот эти вот места, чтобы они были, как у младенца. Кожа становится такая мягкая, рога. А вот эту маску для рук я делаю для того, чтобы суставочки наши разрабатывались, вот эти вот все. И чтобы кожа была эластичная. Еще можно этой глядя мазать суставы больнее, где у вас болят суставы. Ну, нужно около 10 дней. То есть это могут быть колени, это могут быть локти, это могут вот здесь вот рукава, атрит, отрос, вот эти вот места. То есть вы натираете хорошо, вот так вот, и посидели 15 минут. Теперь, значит, я должна 15 минут посидеть. Что можно добавить? Начинает сохнуть, видите, вот тут уже начинает сохнуть глина. Это голубая глина пиццарского месторождения. Вот сейчас мне нужно надеть перчатки и посидеть 20 минут. Таким образом. Здесь они, ручки наслаждаются. Если вы будете коленочек свои лечить, то же самое сделайте. Вот у меня перчатки, я обычно крапку для волос. Покупаем, сама себя крашу. Мне уже надавили таких перчаток, девчонки. И теперь сидим, ждем. Значит, вот здесь вот у нас щитовидка, она ни в коем случае нельзя наносить эту грязь. Только на лицо. Она чистит поры, она разглаживает морщиночки, вот эти вот гусиные. Она убирает вот эти вот, если вот с возрастом появляются, как говорят, бульдоржие щечки. Кожу хорошо натягивает, контур лица подтягивает. Вот так вот. Хорошо-хорошо подтягивает. Кожа становится совсем другая. Так что, девчонки, я этой грязью пользуюсь. Здесь на обратной стороне можно прочитать, как ее разводить. Вот она написана. И вот написано, издарское место рождения. Грязь сопрочная. Вот такая. Так, ну, а мне нужно посидеть, подождать, пока она высохнет. Видите, она уже высыхает. Всыхает. И уже, когда я со всеми смогу говорить, она высохнет. И я ее потом... Так что, будете в Анапе, обязательно возьмите себе экскурсию. А прежде, чем ехать в Анапе, смотрите мое видео. Под этим видео будет ссылка на видео, как мы с двумя сестрами поехали на эту экскурсию. Она была очень интересная, очень насыщенная. Как мы попались в вулкане, вот в таком грязевом. Потом мы из этого вулкана вышли, пошли в Азовское море смывать эту грязь. Очень интересное было приключение. Небольшое такое путешествие по нашим краям, Краснодарского края. Обязательно возьмите себе такую экскурсию, если будете в наших краях. Ну, вот у меня ее тоже подсыхает. Здесь слишком хорошо подсыхает. Ну, вот руки я раз в неделю обязательно так делаю. Еще один есть секрет. Уж если мы начали сегодня говорить о красоте, помимо грязи, которую можно использовать в лечебных целях или красотных, я еще пользуюсь хозяйственным мылом. Один раз в неделю я набираю ламу в воду, ну, скажем так, сантиметров 30, чтобы просто у тебя было тепло. Беру кусок хозяйственного мыла и натираю все тело. От пяточек до макушки. Полностью мой вонусы хозяйственным мылом, натираю тело, натираю локоточки хорошо, ноги, грудь, спину, лицо, шею и сижу там 10 минут. Надо делать первую процедуру 10 дней. И вы увидите, как у вас кожа будет меняться. Есть такое выражение в народе, гусиная кожа или апельсиновая корочка, да, когда женщины поправляются, целлюлит на ногах появляется, на боках. У вас не будет это мыло хозяйственное, творит чудеса. Мне посоветовала врач и дерматолог до 10 назад. Я сказала, будешь поправляться, когда уже сама поймешь, что не сможешь ничего сделать. Ни витамины тебе не помогут, ни какие-то пилюли, ни бады. Тело само чистить нужно народными средствами. Начни с мыла. И вот я прислушалась и стала это мыло покупать, пробовать. Действительно, первый раз я каждый день мылась, натиралась, оставляла чуть-чуть это мыло на теле, потом его смывала и была очень елена. Каждый день ты натираешься, моешься и у тебя вода грязная. Потом я стала читать о свойствах хозяйственного мыла, чем же оно так помогает нашему организму. Вот кому интересно, попробуйте, почитайте, проэкспериментируйте. Корочки гусиная не будет, тело становится совсем другое, но такое бархатное, насыщенное, красивое. Ой, что-то пропало в горло. Смотрите, уже как подсыхает. Ну, здесь уже все. Ну, вот я вот еще один слой положила, поэтому нужно еще немножко подождать. Так вот, вернемся к хозяйственному мылу. Хозяйственное мыло, когда ты моешься, пор открывает. Наши клетки получают кислород. И у нас одно вещество увеличивается, это очень хорошо для нашего организма. А еще написано, что хозяйственным мылом, если вот так вытирать лицо, тело, сидеть, минут по 10, то ты повышаешь свою иммунитет. Клеточки начинают дышать, они начинают работать, в клетках появляется кислород, это большая польза для нашего организма. Попробуйте, посмотрите, как раз экспериментируйте. Ну, вот сегодня у меня вот такая вот маска из голубой длины, так что я это длины в пользу, девчонки, и советую вам. Так, ну, еще немножечко, и все, я пойду ее смазать. Всем пока. Поведимся в следующем видео. Будьте красивыми. Субтитры сделал DimaTorzok